Здравствуйте! В эфире программа «Недвижимость за рубежом». Сегодня в студии для вас работаю я, Юлия Марио, и мой коллега, главный редактор дайджеста российской зарубежной недвижимости Михаил Морозов. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Виолетта Старкова, главный архитектор-консультант Международного агентства недвижимости «Ред Феникс». Здравствуйте! И Андрей Свиркин, руководитель отдела продаж Международного агентства недвижимости «Ред Феникс». Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о том, как правильно инвестировать в зарубежную недвижимость. Ну, наверное, Юля, не только правильно, но и выгодно инвестировать, потому что, ну, как мне кажется, возможно, вы со мной поспорите. Сегодня у нас возникла ситуация, когда, наверное, ну, если мы говорим о москвичах, то, учитывая то количество пробок, с которыми мы сталкиваемся, многие уже задумываются о том, чтобы иметь незагородный дом в качестве какого-то второго жилища для летнего отдыха либо, может быть, какого-то зимнего, а действительно выбирают объекты за рубежом. И, насколько я понимаю, в первую очередь обращают внимание на так называемую курортную недвижимость. Может быть, вот Андрей, например, сначала нам расскажет, что такое курортная недвижимость, что вообще относится к этому классу, а потом же мы поговорим о том, что выгодно, либо нет как-то в нее инвестировать средства. Ну, в первую очередь, мне бы хотелось полностью согласиться по поводу того, что люди действительно в последнее время выбирают недвижимость за рубежом, нежели, допустим, в Подмосковье, потому что наши колоссальные пробки, наша экология все равно далека от того состояния, которое предлагает курортная недвижимость. У нас нет моря, Юль. Мы хотим все-таки летом отдыхать, а мысли и на море. Да, вот вы сказали о пробках, то есть получается, что быстрее долететь в другую страну, нежели добраться на машине, на дачу, да? Ну, я, к примеру, могу сказать, что в Черногорию можно долететь за два с половиной часа. Ну, не можно там. Ну, узнаем. И, наверное, цены тоже, как я понимаю, разительно отличаются. Они гораздо меньше, чем на приобретение какого-то, например, коттеджа в Подмосковье. Ведь хороший коттедж – это полмиллиона долларов. Абсолютно верно, абсолютно верно. Но хотел бы сказать, что и 50 даже тысяч евро, к примеру, это тоже инвестиция. И ее, самое главное, нужно грамотно сделать. Как? Можно приобретать апартаменты, можно говорить о строительстве какого-либо частного дома, к примеру, там же за рубежом. То есть за 50 тысяч евро мы фактически можем купить уже готовую либо квартиру в каком-то домике, расположенном недалеко от моря, либо земельный участок, на котором ваше, например, агентство поможет, например, мне, как вашему потенциальному клиенту и покупателю. 50 тысяч евро, по-моему, для Москвы абсолютно незначительная сумма инвестиций. Построить домик, в котором действительно можно будет круглогодично проживать. Абсолютно верно. В нашей компании работает такой сервис, я его называю частным строительством, где работают архитекторы, работают подрядные организации. Нельзя сказать, конечно, что мы это сделаем за 50 тысяч евро, безусловно. Если мы говорим о частном секторе, о частном строительстве, то здесь потребуется немножко больше инвестиций. Но если возвращаться к этому бюджету, то я думаю, что небольшую студию возле моря мы сможем приобрести. Небольшую – это сколько квадратных метров? Я предполагаю 30-40 квадратных метров. А если мы говорим о каких-то больших суммах, то есть я так понимаю, что для вас нет разницы. Это может быть и частные инвестиции, но в том же числе вы можете предоставить какие-то услуги и приобретению бизнеса, да? Безусловно. Мы же понимаем, что… В последнее время, что люди хотят не только отдыхать, но хотят и вкладывать деньги в зарубежную недвижимость, но и зарабатывать на этом. Наверное, в первую очередь отели. Россияне любят приобретать. Как я знаю, наверное, сейчас мне хотелось немножко переключиться на лету. Очень просто. Мы ездим все отдыхать за рубеж и Черногория, ну и та же самая Турция, я не знаю, наверное, особо любимая уже с давних времен россиянами. Если раньше считалось, что в основными инвесторами в гостиничный сектор Турции являются там представители Германии, то, как я слышал, сейчас уже россияне достаточно серьезно инвестируют средства, приобретают как готовые объекты, так и вкладываются именно в строительство нового или немножко по-другому влетят. И арабские шейхи в Турцию вкладываются. Турция сейчас, как наиболее стабильная страна, с хорошим ростом экономическим, является привлекательной страной для вложения средств. Вообще, наша компания начала свое существование в 2003 году, и у нас большой опыт. В следующем 10 лет уже вам будет, да? Практически, да. Юбилейный, можно сказать, в следующий год будет. И началось это все с Черногории. Когда Сербия и Черногория разделились, очень привлекательный рынок возник, открылся для нас, для россиян. Это Черногорский, у нас там свое представительство. Сейчас нам интереснее там развивать действительно инвестиционные проекты, более крупные. То есть, это какие-то комплексы вилл, апартаментов на продажу. То есть, мы сопровождаем от начала, то есть, от аналитического какого-то... То есть, рекомендации даете, насколько это выгодно, да? Да, с нуля. То есть, мы как архитекторы, как аналитики, экономисты тоже рекомендуем, что, где, потому что даже при небольших размерах Черногории все равно место определяет любой архитектурный объект и также его экономическую целесообразность. Ну, там национальная самобытность, да? В Турции, наверное, все же что-то пользуются просто самоодно, в Черногории с ее маленькими красивыми бухточками что-то другое накладывают, отпечатывают. В общем, да. У нас принято индивидуально подходить к каждому клиенту, и поэтому в зависимости от его каких-то предпочтений мы просто рекомендуем ту или иную страну на выбор. Зависит это тоже также от бюджета, например. В Черногории особенность какая? Там очень было развито строительство, но самострой. То есть качественная недвижимость объектов, не так много, мы их все знаем, и появляются сейчас хорошие, качественные, как раз в которые мы рекомендуем вкладывать деньги, так как это ликвидная недвижимость. Действительно, какие страны? Может быть, вы какие-то можете дать советы сейчас вкладывать? Ведь был кризис, где-то цены на недвижимость опустились не только в России, но и по всей Европе. Сейчас, я как понимаю, ситуация немножко успокоилась, все везде стабильно, хотя, опять же, по прогнозам, какие-то страны еще, недвижимость, наверное, будет продолжать падать. Возможно, вот Испания, например, называется в качестве одной из стран, где возможно еще некоторое снижение цены. А где же она будет расти? То есть, в какие страны сейчас действительно выгодно инвестировать средства в зарубежную? Или это сложный другой совет? Знаете, может быть, я неожиданный ответ дам. Например, Северный Кипр. То есть, эта страна сейчас, она не так популярна, скажем, для вложений, и нам приходится каждому клиенту рассказывать об этой стране. Причем, кто-то, ну, понаслышке знает, что, да, Северный и Южный Кипр — это как-то разные страны, что Кипр поделена на две части, что Кипр Северный — это турецкая часть, но это не так. То есть, Северный Кипр, он чем привлекательный? Тем, что он уже 40 лет развивается в непризнанном статусе. Он отличается сильно от Турции и даже от Южного Кипра. По климату он более мягкий, чем, например, Южный Кипр. Мы привыкли воспринимать Кипр как… Ну, как некое единое целое все же. Да, как некое единое. Какая там средняя температура летом на Северном Кипре? На Северном, ну, знаете, летом там жарко, как вообще на Кипре. Кипр небольшой остров, относительно, конечно, небольшой. Но в чем привлекательность вообще Кипра для нас, для россиян? То есть, это море, доступное нам и осенью, и весной. То есть, когда мы рассуждаем о таком вот приобретении у моря, становится привлекательнее именно купить такое место, чтобы с детьми можно было на каникулы летне-весенние попасть в лето. По-моему, на Кипре в любое время достаточно хорошо отдыхать. Лид, можно чуть-чуть один вопрос? Я задам нехороший. Что ли, многие же боятся, насколько я знаю, во всяком случае, российские СМИ в свое время много писали о том, что опасно приобретать недвижимость на Северном Кипре в силу ряда юридических еще несовершенных законодательств, что вроде как землю там могут отобрать. Вопросы эти сейчас решены уже? То есть, мы можем спокойно инвестировать средства и на ней проживать? Никто у нас, какие-нибудь греки не отберут? Ну, этот вопрос требует более подробного ответа, потому что просто сказать, что безопасно покупать, ну, это непрофессионально. Для этого есть вы, да, чтобы рассказать, на самом деле, где хорошо, где плохо. Чтобы рассказать, почему там можно сейчас покупать. Просто так исторически сложилось, что спорные территории на северной части не все. То есть, там есть участки бесспорные. Это исконно турецкие земли, которые до Турции принадлежали туркам на Кипре. Потому что на Кипре живут и киприоты турецкие, и греческие. И вот, когда условно поделили эту страну пополам, ну, там были свои политические моменты, почему, собственно, это произошло, да, мы не этого будем касаться, а именно вопросов недвижимости. Вот эти вот спорные земли, как бы отобраны у греков, и греки отправились на южную часть. Вот они, сейчас в Страсбургском, Страсбургский суд признал комиссию Северного Кипра по недвижимости, в которую все иски отправляются. То есть, в данном случае, если такая земля и есть, ее не так много уже осталось, мы, как агентство недвижимости, которое давно уже занимается Северным Кипром, рекомендуем те объекты, которые были либо на земле по обменному титулу, это когда официально заключены договора между греками и турками об обмене. Да, то есть она, по сути, легальная, да. Либо исконно турецкие земли, которые никогда не были спорными. То есть, греки на них не притянули. Да, спорной является та территория, которую, ну, вроде как, взяли, вот, отделили условно, нарисовав карандашом границу на карте. Вот, и выглядит... Но она достаточно условно на Кипре существует. Теперь вроде как там ситуация. Теперь уже, да, теперь уже достаточно свободно передвижение между этими двумя странами. Что ж, давайте продолжим наш рассказ о Северном Кипре и других странах во второй части нашей программы. А сейчас подведем итог. Ну, меня, во-первых, да, успокоили тем, что, оказывается, появилась такая интересная страна для инвестиций, как Северный Кипр. Я, например, об этом ничего не знал. Действительно, такой возможности хороших вложений в эту недвижимость, которые, наверное, в каком-то небольшом временном отрезке, например, в 3-5 лет дадут действительно хорошую прибыль. Ну, и потом, наверное, каждый из нас мечтает иметь хороший домик около моря и жить на нем не только сейчас. Да. Оказывается, Северный Кипр сейчас очень привлекательный. Ну, и Черногория, я думаю, любая курортная недвижимость. Итак, мы продолжим нашу программу после рекламной паузы. Рекламная пауза. Друзья, мы продолжаем нашу программу недвижимости за рубежом. Сегодня в студии для вас работаю я, Юлия Марьева, и мой коллега-главный редактор дайджеста российской и зарубежной недвижимости Михаил Морозов. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях Виолетта Старкова, главный архитектор-консультант Международного агентства недвижимости «Рэд Феникс». Здравствуйте. И Енина Подаль, менеджер Международного агентства недвижимости «Рэд Феникс». Здравствуйте. Я немножко напомню. В первой части нашей программы мы вели речь о том, как действительно выгодно, с выгодой для себя, с пользой для здоровья, инвестировать свои средства россиянам в различные объекты курортной недвижимости. И, в частности, Виолетта назвала очень один новый, наверное, незнакомый для россиян объект для инвестиций. Это приобретение недвижимости на территории Северного Кипра. Винит, у меня такой вопрос будет к вам в продолжении этой темы. Ведь сейчас, если брать территорию Южного Кипра, например, такие города, как Лимасол, которые фактически считаются уже русскими, российскими, где, наверное, большую часть жителей составляют россияне, достаточно высокие цены. Я как понимаю, что для того, чтобы там приобрести объект, нужно потратить, ну, больше явно миллиона долларов и так далее. Но при этом есть хорошее обслуживание какие-то и школы, и россияне действительно предпочитают там жить. А что можно сказать о ценах на недвижимость на Северном Кипре? Ну и для возможности проживания и обучения своих детей там, в первую очередь, наверное, то, что нам интересно. Северный Кипр дешевле. Даже люди с Южного Кипра, продавая недвижимость своего высокого качества, предположим, виллу за полтора миллиона, могут себе позволить еще лучшего качества виллу с бассейном, в хорошем месте на горе, с прекрасным климатом за полмиллиона. То есть практически в три раза дешевле получается? Практически. Интересно, что так как границы как таковой вот закрытой нет, то, в общем-то, россияне даже предпочитают, кстати сказать, это направление уже известно нашими людьми. Довольно-таки много русских приобретает там недвижимость. И, получается, они летают практически через Южный Кипр, попадают к себе на Северный Кипр. Ну, в общем-то, это достаточно просто. Разница в чем? В том, что Северный Кипр — это более спокойное, более комфортное, в том смысле, что не такая туристическая страна, а многим нашим людям именно это нравится. То, что нужно еще отметить, что образование как наследие того, что это британская колония... Да, там же была английская система и законодательство, ну, наверное, обучение какое-то сохранилось, да? Да, да, да. Там сохранились вот эти традиции английские и уважение к собственности, к частной. Нужно отметить, что английская школа в Кирине сейчас признана международным бакалавриатом и без экзаменов лучшие европейские вузы принимают студентов. Мне кажется, да, просто прекрасные получаются условия для инвестиций, но действительно для жизни на Северном Кипре, турецкая часть, да? Именно такой вот неожиданный, может, быть вопрос будет. Турецкая часть Северного Кипра, а вот сама Турция. Россияне как-то, наверное, больше к Турции привычны. А вложить туда средства, то, что-то приобрести какой-то домик для жизни и отдыха, а не только по отелям мотаться. Есть какая-то возможность? Сколько, опять же, это будет стоить? Ну, и насколько это комфортно? Безусловно, Турция уже давно является излюбленным направлением для наших соотечественников, как отельного туризма, так и приобретения недвижимости. Здесь практически каждый чувствует себя очень комфортно, потому что все-таки турецкий уровень сервиса известен по всему миру. И качество строительства улучшается не то, что с каждым годом, а с каждым месяцем буквально. То есть за относительно небольшие деньги вы можете себе позволить исключительную роскошь в этой стране, то есть такую, которую вы себе не позволите нигде в Европе. И сколько она будет стоить, эта роскошь? Вы знаете, все зависит, конечно же, от ваших предпочтений, но в принципе сейчас строятся комплексы шикарных вилл, если можно употребить такой эпитет, на таком известном курорте Коколанье, и за буквально несколько сот тысяч у вас будет вилла, в общем-то, очень большой площади, с собственным бассейном, с прекрасным видом на море и в пешей доступности от него. То есть вариант. Это будет некий коттедж со своим земельным участком, да, или это будут все-таки какие-то... Это будет именно вилла. Коттедж все-таки в нашем понимании это что-то такое скромное. Ну, я бы, конечно, поспорил. Если мы проедемся по Рублевке, то мы там, наверное, увидим массу дорогих коттеджей. Вы себе тогда сможете представить, как выглядят виллы в Алании. То есть то же самое, что на Рублевке, но только в Алании и около моря. Только на море. И минус один нолик от ценника, который мы видим на Рублевке. Совершенно верно. Отлично. А что-то кроме Турции, какие еще действительно можете порекомендовать российским покупателям страны, действительно, курортной недвижимости? Ну, там вот мы уже говорили о Черногории, а что кроме нее можно купить, ну, в каких-то адекватных пределах? То есть, предположим, продали двушку-трешку в Москве, да, там за какую-то сумму, ну, около 500 тысяч долларов. А что на нее можно приобрести? В каких странах посоветуйте так, чтобы вот и спокойно было, и проблему какой-то юридического визового режима можно было достаточно просто решить. Ну, и возможно, что даже подзаработать денег. Что касается приобретения небольшого жилья, даже если это постоянное место жительства, то тут, конечно же, каждый выбирает, опять-таки, по своим предпочтениям. Для кого-то предпочтительны страны, где люди будут чувствовать себя комфортно в плане менталитета. То есть, такие страны, как Хорватия, Словения. Хорватия вступает в Евросоюз в следующем году, так что это вызывает еще больше интерес к этой стране. И, наверное, цены там взлетят сразу же. Пока что есть возможность приобрести, не очень задорого, но, скорее всего, конечно же, цены пойдут вверх. Есть еще, конечно же, такое интересное направление, как Словения, которая... Это же малоизвестное, кстати говоря, пока что в России. Да, это такая очень уютная, очень красивая зеленая страна, где очень выгодный и удобный для нас режим получения вида на жительство, если вы планируете вести в этой стране бизнес и перебираться надолго. Поэтому вот тоже такое интересное направление, о котором мы готовы очень подробно рассказать с нашими коллегами, если вы к нам обратитесь. Но и традиционные... Да, у меня есть масса людей, которые теперь захотят обратиться, потому что Северный Кипр, мне кажется, заинтересует многих. Мы будем очень рады. Да, я перебил. А вот более привычная Испания, например. Испания, безусловно. В Испании сейчас, как вы знаете, цены очень доступны не только для россиян, а для других европейцев. Все очень активно покупают. И знаменитую залоговую банковскую недвижимость, и инвестиционные проекты. И сейчас очень большой интерес к приобретению отелей, например, в Испании, и на Канарских островах, и на Майорке, и на Коста-Браво. То есть есть возможность сейчас выгодно вложить деньги, которые с окончанием сложного европейского экономического периода у вас увеличатся в разы. Конечно. Закончатся. А легко ли потом продать, допустим, эту недвижимость в этих странах? Насколько она ликвидна? Тут, конечно, очень важно выбрать правильный объект, для того, чтобы его затем выгодно и быстро продать. И в этом, конечно же, вам должны помочь, в первую очередь, профессионалы. Потому что не всегда, к сожалению, то, что нравится, совпадает с тем, что действительно выгодно. Поэтому нужно учитывать тут очень много факторов. И опять-таки, профессиональный риэлтор, он всегда хорошо очень ориентируется, должен, по крайней мере, ориентироваться в конкретной стране, в конкретном регионе. Опять же, может быть, какие-то цифры привести? Например, вот сколько действительно необходимо, каким бюджетом обладать для приобретения какого-то гостиничного бизнеса в какой-то средиземноморских, как и в первую очередь страны? Ну и какую доходность можно ожидать от этого? Да, что касается стоимости, то отели есть совершенно самые разные. Например, если мы возьмем испанский рынок, то можно найти отели от 400 тысяч евро и до 35 миллионов и выше. То есть номерной фонд будет от 5-8 номеров до, опять-таки, 500. То есть, в принципе, каждый может найти себе бизнес по своему, что называется, вкусу, по своим потребностям. Есть бутик-отели, есть хостелы, есть такие отели, например, отели в известных туристических направлениях, как Барселона, которые всегда пользуются с пророком круглый год. Рентабельность до 10% часто бывает, если говорить о парт-отеле. До 10% годовых, да? Это 10% рентабельности от стоимости. То есть, фактически, ну, через 10 лет вложения будут окупиться, да? Ну, зависит от того, за сколько вы это приобретете, конечно, но да. А есть ли возможность, например, построить отель с нуля? Да, ну, россияне же любят что-то свое собственное изобретать, не обязательно приобретать уже готовый бизнес. То есть, действительно, вложиться в приобретение земли и с вашей помощью, например, создать некий проект, который будет полностью отвечать нашим представлениям. Да, вот в гарантиях, в том, что проект не будет заморожен, стройка будет продолжаться. Ну, так как мы имеем большой опыт сотрудничества с зарубежными партнерами и застройщиками, мы понимаем, кто из них более или менее надежен. Скажем так, мы выборочно продаем и предлагаем объекты, и также устраиваем тендер на компании застройщиков. В целом, конечно, это, наверное, наиболее выгодная вложение, вкладываться в строительство недвижимости. Ну, вот я просто почему задал вопрос, но мы же переберем. Действительно, у нас, например, в той же России сейчас, ну, самое выгодное вложение фактически это что-то строящееся, поскольку по мере роста темпов строительства, роста объекта в высоту, растет его стоимость. Я так понимаю, что, наверное, на Западе похожая ситуация, ведь? Похожая, похожая. И вот здесь уже важно понимать, что наши российские инвесторы бывают двух типов. Те, которые хотят 300% прибыли и быстро. Таких большинство. И подешевле построить, да, что-то, а потом надеяться, что продать. Но скорее нужно подходить, определяя все-таки целевую аудиторию, то есть аналитическая часть, она достаточно серьезная здесь, расчеты к проекту, к предпроекту. И затем важно сделать настолько качественный, высокого уровня европейский проект, чтобы он пользовался спросом. Ну, вот, как пример, допустим, хорошо реализованный проект Порто-Монтенегро в Черногории, где уже на этапе строительства были распроданы апартаменты с местами для яхт. И цена там 9 тысяч евро за квадратный метр. Ну, это, скажем так, для Черногории максимум, да, вот как-то. В массовом строительстве. Конечно, есть и какие-то эксклюзивные предложения вилл, когда понимаем, что требуется нашему, ну, скажем так, занятому бизнесмену, который хочет получить сразу и ни о чем не задумываясь. То есть он может купить сразу готовую виллу, например, за 2 миллиона. Либо сэкономить полмиллиона и, скажем так, под наши гарантии и под нашу организацию. Под наши гарантии, да? Да, под нашу организацию. Выстроить за полгода то же самое на хорошем участке. То есть тут уже выбор его. В данном случае кому-то нравится зайти, сразу почувствовать себя как дома и сказать, я беру. Свою виллу. А кто-то скажет, ну что ж, я лучше на полмиллиона еще себе катамаран куплю, и рядом будет стоять. Но создам там свои мечты. Что ж, друзья, самое время подвести итог. Ох, я не знаю, я просто в восторге наших гостей сегодняшних, потому что, ну, наверное, говорить о курортной недвижимости очень приятно, вкладываться в нее и жить на ней, и понимание того, что на самом деле действительно хороший домик где-то около моря, за рубежом стоит, ну, практически там в два-три раза дешевле, не очень удачного, без подключенных коммуникаций домика в Подмосковье, и добраться в него тоже легко, конечно же, заставляет задуматься о том, а что лучше приобрести в качестве, возможно, какого-то своего второго жилища. Михаил, ну вы для себя что решили? Где будете приобретать? Ну, я был в Черногории, очень красивая страна, вот мы сегодня об этом не поговорили, но, по-моему, там одна из самых лучших в мире кухонь, на самом деле, вкусно готовит, просто сумасшедшие черногорцы. Но открыл, опять же, повторюсь, наверное, такую страну, как Северный Кипр, которая россиянам была неизвестна, ну и, возможно, что воспользуюсь советом Емины и обращу свое внимание на Словению, которая также еще для нас неизведанной, такой островочек, наверное, в Европе пока что является. Да, я, наверное, тоже обращаюсь в вашу компанию. Информация для меня сегодня была очень полезная. Было очень интересно. Спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо. Спасибо за приглашение. Наша программа подошла к концу. И сегодня у нас в гостях были Виолетта Старкова и Нина Подаль. Вела программу Юлия Марио и Михаил Морозов. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.